Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Годлик, вашей миграционной консультанты из города Сан-Диего, штат Калифорния. Сегодня у нас тема, касающаяся визы жениха и невесты. Я отвечаю на вопросы, но вот этот вопрос, он вобрал в себя все те вопросы, которые у меня спрашивают женихи и невесты. Значит, Ирина нам пишет, Зара, в период всех текущих и грядущих изменений, выскажите, пожалуйста, ваше мнение, что в этом году более надежнее и быстрее, виза жены или виза невесты. У меня был отказ в турвизе ранее, а сейчас жених хочет жениться в моей стране, вот я и думаю, взвешиваю и взвешиваю, благодарю. Значит, Ирина, как я вам и обещала, что я уже готовила, собирала информацию на эту тему. И сегодня хочу рассказать об этом, что именно я думаю, вот в свете всех этих событий, что было бы лучше. Значит, прежде чем мы с вами начнем, давайте немножечко коротко об этой визе. А прежде чем я начну об этой визе, еще раз повторюсь, что я иммиграционный консультант, который готовит только документы и заполняет формы. Я не даю юридические советы. И если вам нужна помощь в заполнении ваших иммиграционных форм, то я к вашим услугам. И вся информация на моем канале только к ознакомлению. Значит, в первую очередь вы должны знать о том, о визе жениха и невесты, то, что только граждане США имеют право на эту визу. Значит, прежде чем ваш жених будет подавать свою петицию в USCIS, первое требование это то, что вы должны встретиться с ним в течение двух лет. Второе требование то, что вы должны быть официально свободны. Если вы были женаты, значит, вы разведены. Если вы были замужем, также разведены обе стороны. И также после того, как вы получаете свою визу в консульстве, вы обязаны в течение 90 дней пожениться. Или же, если вам не понравилось, то вы обязаны вернуться. Значит, первый шаг, как я уже сказала, начинается с того, что ваш жених отсылает все документы с билетами вашими, со всеми доказательствами ваших отношений в USCIS. После того, как ваши документы отправлены, приблизительно от 3 до 6 месяцев USCIS рассматривает ваши кейсы. На данный момент USCIS рассматривает кейсы быстро. Почему? Потому что сейчас пока нет интервью. Но если они откроются, как быстро будет это рассматриваться? Скорее всего, я думаю, там будут задержки. Почему? Во-первых, как я уже говорила в предыдущих видео, USCIS, если они не получат свои деньги от конгресса, они хотят сократить своих работников, во-первых. А во-вторых, если будет сокращение работников, это значит, будет меньше рабочих рук, которые будут обрабатывать кейсы, и будет большая очередь всех тех, кому отменили интервью, всем тем, кому отменили отпечатки пальцев. И я думаю, что в этом случае может быть задержка в рассмотрении всех петиций. Самая быстрая петиция в моей практике, которая была рассмотрена, заняла 2 месяца, около 17 дней. Я бы сказала, 2,5 месяца. И это произошло именно во время закрытия USCIS, потому что работников было много, и они рассмотрели этот кейс очень быстро. Значит, предположим, что ваша петиция занимает от 3 до 6 месяцев USCIS. После того, как его оформили, значит, одобрили, ваше дело переправляется в национальный визовый центр. В национальном визовом центре это занимает около 30 дней. И по сравнению с визой жены в национальном центре виза K1, она рассматривается быстрее, потому что вас не нужно как бы утверждать на грин-карту. А по визе жены это занимает дольше, потому что это как бы... Они как бы вас утверждают на грин-карту, на получении грин-карты. И поэтому их может это занять немножечко дольше. Что значит на получении грин-карты? Значит, когда национальный визовый центр рассматривает ваш кейс по K1, они знают, что K1 это как бы не иммиграционная виза. А если вы идете по статусу жены, это значит иммиграционная виза. И когда они полностью рассмотрят ваш кейс, они посмотрят на самом деле этот брак настоящий или же нет. И тем самым они приутверждают вас на грин-карту, прежде чем передадут ваше дело в консульство. Поэтому это занимает немножечко дольше времени по сравнению с визой жены. Значит, после того, как национальный визовый центр рассмотрел ваше дело, от 30 дней до 45 дней, они говорят, они рассматривают это и потом уже передают ваше дело в консульство. И когда ваше дело передано в консульство, вы или ваш жених получаете имейл от них, в котором они говорят, что они... какие шаги вам нужно предпринимать. И это тот момент, когда вы со своей стороны начинаете процесс заполнения анкеты DS-160, затем они вам говорят, чтобы вы прошли медицину, собираете свои документы по справке о несудимости или же о судимости, если она у вас есть. И плюс к этому ваш жених начинает работать с консульством по финансовой стороне. Значит, по финансовой стороне, где он доказывает свою финансовую состоятельность. Значит, после того, как ваш жених отправляет документы, показывающие, что он заполняет также анкету, что он будет содержать вас, если он хочет, он пишет, может и не написать об этом. Значит, и после этого он может предоставить всю информацию о своих доходах, если он хочет, чтобы утвердили ваше дело, может и не предоставлять. Но в любом случае у него будет анкета форма Ай-134, в которую он должен будет показать, сколько он зарабатывает и все остальное. Дальше вы получите как бы инструкцию про это. Значит, вашим женихам или же невестам не нужно присутствовать во время интервью в консульстве, когда вас вызывают. Почему? Потому что не все могут, во-первых, позволить, но я знаю те пары, которые едут на интервью для того, чтобы жених или невеста прошли это интервью. Они не могут зайти с ними, не во всех консульствах разрешают заходить, но они дожидаются там в коридоре или еще где-нибудь, пока жених или же невеста пройдут свои интервью. И после того, как вы получаете свою визу, дай бог, если вы получили свою визу, они вам дают время въехать в Америку. Обычно это около шести месяцев с момента получения вашей визы. И когда вы въезжаете, когда вы въезжаете в Америку, у вас есть ровно 90 дней для того, чтобы пожениться. И если вы не поженитесь, то вы не можете менять статус свой по этой визе, вам нужно будет возвращаться. Теперь я бы хотела бы рассказать о плюсах, о плюсах того, почему я бы выбрала бы визу Кей-1. Во-первых, когда вы приезжаете в Соединенные Штаты. Когда вы приезжаете в Соединенные Штаты по визе Кей-1, в первую очередь это вам дает право посмотреть и возможность. Посмотреть страну, посмотреть на человека. У вас будет 90 дней. Увидеть его как бы с другой стороны. Потому что одно дело, когда вы переписываетесь, и другое дело, когда вы начинаете с ним жить под одной крышей. Правильно? Второе, почему я бы выбрала еще визу невесты. Во-первых, цена за первую петицию стоит 535 долларов. И когда вы едете по визе невесты, то в эту сумму 535 долларов также включены и ваши дети. Вашему жениху не надо будет платить за каждого члена семьи, как это обычно делается по визе жены. Например, если у вас есть дети, и вы поженились, вашему жениху надо заполнить форму, петицию, и на каждого члена семьи заплатить по 535. А если же вы, например, если он является гражданином США, а если же вы, например, едете по визе невесты, значит он заполняет одну анкету и платит одну сумму в 535 долларов. Значит, вторая возможность, второй плюс, почему я бы выбрала визу невесты, потому что после того, как вы приезжаете, и после того, как вы увидели, ваш это человек или же не ваш, у вас, и если вдруг он вам не понравился, вам не надо будет проходить через весь этот разводный процесс, как там делить, как там не делить, и поэтому у вас будет возможность определить, это ваш человек, не ваш человек, и будет легко в целом расстаться, поехать к себе на родину, и уже возможно искать другого человека. Значит, третья причина, почему я бы еще выбрала по финансовой стороне. Например, если вы поженились, вашему супругу надо будет зарабатывать 125%, у него должно быть выше черты бедности от того, что они требуют, но сейчас они хотят 250% даже. А по визе невесты, значит, вам надо смотреть вот эту графу, 100% от Power T Guideline. И если, например, вас будет двое, ваш жених и вы, то ему нужно зарабатывать 17240 долларов в год, для того, чтобы он вас мог, чтобы он вас смог привести. Значит, четвертая причина, четвертая и основная причина, я бы сказала бы, что это то, что быстро рассматривается. Виза невесты и петиция I-129F, это быстро рассматривается. И я бы сказала, что в целом, если все идет хорошо, то обычно это занимает, я бы сказала бы, до 9 месяцев, что после того, как вы получили все и въехали в Соединенные Штаты. Теперь, что касается в свете нынешних событий. Я бы не сказала, что рассмотрение петиции по визе жены или же по визе невесты как-то изменились. Они как рассматривались по определенному времени, так они и рассматриваются. Единственный минус, я бы сказала, то, что вашему мужу надо будет, если, например, если вы хотите сделать по визе жены или мужа, это значит, вашему будущему мужу надо приехать к вам в страну, собрать все документы, пожениться с вами, потом вернуться к себе опять на родину. И здесь подать эту петицию I-130. Она занимает у всех по-разному. Иногда от 7 до 10 месяцев. А если сейчас будут эти задержки, я думаю, открытие USAIS, я думаю, будут все-таки задержки. И плюс, как я уже сказала, в денежном варианте, это будет займет больше денег. Затем, после того, как его петиция одобрена, I-130, ваше дело переправляется NVC, где оно будет рассматриваться около 6 месяцев, как я сказала. И дальше оно переправляется в консульство вашей страны. И там тоже вы можете идти, проходить эту административную проверку. И если вы не отвечаете вот этим всем требованиям, которые они хотят, чтобы у вас было там много денег, чтобы ваш женик зарабатывал, в финансовом смысле немножечко сложно доказать. И плюс, когда вы проходите процесс по визе жены, они требуют большие доказательства того истинности, искренности ваших отношений, того, что они на самом деле настоящие ваши отношения. А по визе жениха и невесты таких требований, сильных, таких больших требований к этому нет. Поэтому я бы еще раз сделала бы плюс напротив визы невесты. Теперь, что касается того, когда вы уже въедете, взяв свою грин-карту, то есть свою визу невесты. После того, как вы ехали в Соединенные Штаты по своей визе, вот тогда у вас начнется второй процесс. Второй процесс. Значит, первый процесс, то, что вы в консульстве прошли свое интервью и вам одобрили эту визу, и второй процесс уже начнется после того, как вы въехали в Соединенные Штаты, поженились и только потом подали на смену статуса на грин-карту. Это тоже займет некоторое время, 6 или 7 месяцев. А по визе жены, например, если вы захотите получить грин-карту быстрее, то, наверное, так оно на то и выйдет. Значит, по визе жены сначала идет одобрение петиции, а потом переводится в НВС и в консульство, и вы уже заезжаете в Америку с pre-approved грин-карт. Это значит уже полуодобренная грин-карта, после того, как вы въехали, в течение 30 дней максимум вы получаете свою грин-карту. Так оно на то и получается. 12-14 месяцев. Опять-таки, в зависимости от того, сколько, как был подготовлен ваш кейс. И в целом, в целом, я бы сказала, наверное, все равно виза невесты выигрывает, потому что все равно рассмотрение ее идет быстрее, и когда вы уже въехали в Соединенные Штаты, вы подали на adjustment of status, то есть на смену статуса на получение грин-карты, вы рядом находитесь со своим мужем, и все это время вы будете вместе, у вас будет за то время у вас накопится очень много доказательств того, что ваш брак настоящий, и получение уже грин-карты по визе K1 намного-намного легче, потому что я хожу на такие интервью, я вижу, насколько это легко. Я думаю, что я ответила на вопросы всех тех, кто у меня спрашивал на эту тему, естественно, прошу оставить ваши комментарии, если у вас будут эти вопросы, и желаю вам всего доброго, пока новостей по тому, когда открывается консульство, у меня нет, но я, как вам уже говорила, знаю, что консульство в Израиле, еще в какой-то стране уже открылись, и я думаю, что этому примеру последуют и другие также. Бан на 60 дней пока еще не снят, он заканчивается 23 июня, очень-очень надеюсь, что его снимут, и все те, кто в ожидании, они смогут въехать, используя свои визы, а те, кто в ожидании своих грин-карт лотереи, также смогут этим воспользоваться. С вами была Зара, всего доброго, и, как всегда, будут вопросы, пожалуйста, оставляйте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok